Накануне Дня защитника Отечества в Большом зале Дворца культуры «Спартак» состоялся концерт в честь праздника «Мужество, отваги и стойкости». В зале собрались участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане, сотрудники правоохранительных органов, межрайонного военного комиссариата, представители муниципалитета города, общественных организаций и других учреждений. С поздравлениями от имени главы города Зайнудина Акмазова в адрес хасавюртовцев выступил первый заместитель главы администрации Батыр Ахмедов. Уважаемые хасавюртовцы, сердечно поздравляю вас всех ветеранов армии и флота военнослужащих за всенародным праздником Днём Защитника Отечества. Этот день является символом отваги, мужества и патриотизма. Он напоминает нам о подвигах доблестных солдат, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, и тех, кто сегодня стоит на страже родной земли, исполняя свой воинский долг. Защита рубежей Отечества во все времена была и остаётся с лишенным долгом и почётной обязанностью, делом людей чести и благородства. Уверен, что преданность и бронадел высокий профессионализм, верность к славным традициям российского воинства и впредь будут ориентированы для новых поколений Защитников Отечества в деле обеспечения безопасности нашего государства. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов в жизни, в труде и на службе. После выступления Бадыр Ахмедов провёл церемонию награждения, где вручил благодарственные письма и медали за заслуги перед городом, отличившимся работникам различных ведомств и управлений. День Защитника Отечества. Это большой и значительный праздник для всей страны. Каждый из выступающих отмечал, что хасавюртовцы на протяжении всей истории мужественно проявляли себя в трудные времена. Самым ярким примером воинской доблести были и остаются ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, которые своим мужеством и стойкостью вписали золотые страницы в героическую историю государства и его вооружённых сил. Ветеранов войны и участников боевых действий поздравили также военный комиссар Абакар Даудов и председатель Совета ветеранов Нажмодин Залимханов. Сегодня исполняется ровно 100 лет со дня, когда началась славная героическая история наших вооружённых сил. По сложившейся доброй традиции мы сегодня славим своих доблестных солдат и славяем головы перед теми, кто отдал жизнь за Родину. Это знаменательный день наш народ отмечает великие заслуги российского солдата перед государством. Мы знаем, как проходило образование, становление Красной Армии, огне, ожесточенное сражение с иностранной интервенцией, внутренней конференцией, условиях острой нехватки военных специалистов. Мы знаем, каким величайшим испытанием для нашей армии стала Великая Отечественная война 1941-1945 годов. И сегодня суровая реальность такова, что за мир надо бороться, за мир надо защищать. Современная российская армия не отступает от исторических традиций, от военных традиций нашего государства. И выполняя боевые задачи в восковоенные годы и на дальних побежах, в Венгрии, Чехословакии, Антоле, Корее, Вьетнаме, Афганистане, а сегодня и в Сирийской Арабской Республике. Войны нашей армии проявляют героизм, мужество и отвагу. Дорогие хосритцы, позвольте еще раз всех вас поздравить с государственным праздником, Днем защиты Отечества. Пожелать всем, прежде всего ветеранам финансовой общественности, ветеранам вооруженных сил, доброго здоровья, благополучия и успехов в большом благородном деле воспитания подрастающих поколений. Мы, оставшиеся в живых ветеране, гордимся отбуками защитников Отечества и сегодня активно ведем работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи города Хазавюрта. Так, к сожалению, у нас осталось мало участников Великой Отечественной, 5 человек, приравненных к ним 4 человека, участников Венгерской Собитии 6 человек, участников Афганской Собитии 116 человек. Это наша живая легенда о всех победах. В заключение хочется выразить благодарность руководству страны, республики, города и нашим спонсорам за моральную, материальную. И правовую поддержку ветеранам в эти тяжелые дни, хотя страны находятся в глубоком экономической кризисе. С праздником, товарищи горожане! Ура! Здравствуйте, Россия! Ура! 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 Наш гарант защиты, консустроен и обход мира от имени руководства города и от себя лично. Я хочу поздравить, особенно участников войны, которые здесь сидят, и денежное вознаграждение всем. От имени личного состава органов внутренних дел города и от себя лично с пожеланиями крепкого здоровья и мирного неба над головой Хасавиртов сам обратился, председатель Совета ветеранов правоохранительных органов Дзайбадин Амаров. В пользу случаем я хочу поздравить всех вас, всех участников Великой Отечественной войны, всех патриотов нашей родины с этим знаменитым праздником Днем Защитника Отечественной войны. От имени семи погибших, от имени личного состава органов внутренних дел города Хасавиртов, от имени руководства и от себя лично поздравить с этим праздником, будем патриотами, будем шагать в жизни. На эти ненужные визуалы, которые нам бросают сегодня, как говорится, караван идет, собака лает. Мы сильная страна, поэтому будем шагать вперед, потому что наше поколение никогда не даст эту пальму переносу ни одному человеку. Мы богаты традициями, нам наши предки всегда завещали, никогда не показывая спину врагов. По завершению официальной части мероприятия для всех собравшихся свои творческие номера продемонстрировали артисты Дворца культуры «Спартак», Муниципального хореографического ансамбля «Эхогор» и Городского центра культуры. Бурлия Цамбиева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс». Пермагомед 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 Пер